Зарабатывает только тот, кто был у истоков организования. Организовали, сделали рекламу, убедили людей. А как правило, убедить можно только того человека, который нуждается опять же в деньгах. Если посмотреть так, конечно, верю к какой-то степени. Финансовая пирамида – это игра. Но это раз игра, значит, кому-то везет, а может кому-то и не повезти. А есть знакомые, которые играли? Да, старшая двоеродная сестра, которая проигрывала 25 тысяч долларов. Я никогда сама не играла в пирамиды. И не буду играть. Бесплатный сыр только в мышеловке. Надо зарабатывать своим умом, своим трудом. Когда искал работу, меня приглашали в такие организации. Обещали поездку в Италию, во Францию. Уговорили купить продукцию за 70 тысяч тенге. Но в итоге обманули. Знаете, вот финансовая пирамида, я об этом думала. Потому что в WhatsApp постоянно присылают вот эти «подпишись», там кто-то уговаривает, кто-то это. Но я, конечно, не верю. Попробовать всегда, наверное, можно, да, но в разумных пределах. Не так, как некоторые люди могут прям полностью все туда вложить и потом остаться ни с чем. Не надо быть легковерным. Ведь пирамиды уже достаточно МММ. вспомнить, ну, пожалуйста, сколько людей разорилось. У моей подруги все полетело крахом. Все потеряла. Даже квартиру. Наши казахстанцы, они такие доверчивые. По 10 миллионов. Я знаю человека, который в Квестере потерял 70 тысяч долларов. Представляете? Вот видите, мы видим, что вот этот блиц делает нас спокойнее. Большая часть людей достаточно умна и не вложит деньги в пирамиды. Но есть подверженные этому, которых вы называли слабыми. Мы можем сейчас сформулировать, есть ли у нас формула какая-то портрета людей, которых нужно особенно оберегать. И таким образом через каналы СМИ, под которыми они сидят, их все время профилактически предупреждать. Знаете, я бы, во-первых, с формулировкой, что это такие глупые, неразумные люди, все-таки не соглашалась. И прямо с однозначным портретом алчности тоже. Потому что ситуационные факторы нельзя исключать. И люди, которые причастны к созданию пирамид, поверьте, это очень убедительные граждане с огромным навыком влияния на людей. И поэтому говорить, ой, нет, я никогда. Да, мы все бываем в определенный момент времени даже слабее, чем обычно, менее критичны и так далее. Поэтому я бы здесь точно не говорила о каком-то глупыше, которого нужно спасать посредством телевидения. И поэтому давайте приходить к тому, что я, во-первых, поддерживаю, конечно, закон, ограничивающий создание финансовых пирамид. И мы все время говорим, что вот какие-то люди ничего там не понимают. Люди тут на бизнес-тренинге ценой 5 тысяч тенге в надежде научиться зарабатывать миллионы. Вы правда в их вменяемости уверены? И это не один процент, это огромное количество. Кто будет судиться за 5 тысяч тенге, если им там навешивают лапшу на уши? Никто. Поэтому если мы говорим о портрете жертвы, это все-таки люди. Первое, это люди азартные. Нам нужно понимать, что они и на наркотики посаживаются, они и в любой горный бизнес всыпают, да. Но здесь я не думаю, что мы можем как-то им помочь, потому что это зависимая история. Это история, которая корректируется в кабинете психолога. Если мы говорим... Вычислить азартных как-то можно на стадии в школе, в университете? Конечно, дети зависимые, они очень быстро к этому привыкают. Когда ему... Пообещай две жвачки вместо одной, да, и уже можно что-то делать. Нет, но не каждый ребенок, который сидит, играет сутки на прород компьютерные игры, является азартным. Как вы видите азартного? Ну, азартный. Ребенка азартного видно, потому что его легко очень вовлечь в любую историю. То есть его легко брать на слабо, с ним легко вступать в спор. То есть везде, где есть выброс адреналина, если дети азартные, они катаются с горки, перелазят через заборы и так далее. То есть сама эта активность... Ваш совет, если у тебя такой друг, повтори ему 10 раз, что пирамиды это плохо. Бесполезно. Я считаю это совершенно бесполезным занятием. Я говорю о том, что когда вам предлагается пирамида, попытайтесь и спросить, какой схемой деньги выплачиваются. Почему вот это не повторится история... Откуда будет доход? Почему не повторится история с тем-то и с тем-то? И потом вот часто я слышу, да, МММ достаточно. О чем мы говорим? МММ было в 95-м году. Дети, которые играют сегодня, они 2000 года рождения. Это все равно, что говорить, не повторите войну. Мы в ней не участвовали, мы не знаем. Поэтому будут пирамиды, это неизбежное зло, критическое мышление. То есть чем больше будет лучшее образование, чем лучше будут дети еще на этапе первых, вторых... Ну, понятно. Лучшее образование это вообще лекарство от всего. Это лекарство от всего. Мы сейчас можем определить целевую группу риска, как-то их спасти. Я предлагаю только один способ. Когда вас вовлекают хоть куда, говорят, положи два, возьмешь четыре, тут же прерывать общение. Ну, хорошо. Об этом нужно побольше массовой информации, надо об этом побольше говорить. Можно секунду? Вот вы говорите массовой информации, мы все время пытаемся переложить фокус ответственности. Ты ответственен за свои деньги. Это ответственность каждого лица. Мы все время ждем, как нас спасет государство. Приедут милиционеры и, значит, защитят нас от финансовой пирамиды. Бред собачий. Если ты не можешь нести ответственность за свои деньги, за свои действия, никто тебе не поможет, никакое государство. Нет, Елена, я, между прочим, же говорю как раз-таки об этом. И мы сейчас обращаемся в том числе к нашим телезрителям, которые находятся в зоне риска, если они внутри это чувствуют, что они-то сейчас пеняют к внешнему миру. И позиция эта заключается в том, что это ты отдал свои деньги. Это точно так же, как, к примеру, я могу сказать, там, мои условные одноклассники не хотели в школе учить математику. Говорили, они никогда им в жизни не нужна. А сейчас нужна, но уже поздно. Вопрос в другом. Кто виноват, что человек не учил математику? Вы хотели как-то дополнить? Вот я хотел сказать, как вот людям, чтобы казахстанцы не пострадали, да? Основная цель же нашей передачи в этом. Я хочу сказать, что об этом нужно побольше говорить. Что этих людей предупреждать, всех населения. Не только вот этот 1% их выявить, их учить. Это, в принципе, бесполезно. Это уже пропавшие люди. Остальные, чтобы 99%, чтобы не пошли за этим 1%, надо им побольше говорить. Друзья, эти все мошенники, за ними и стоят правоохранительные органы, за ними и стоят высшая элита. Ты ничего не сделаешь, в суд подашь, тебе все равно не выиграешь. Вот, пожалуйста, пример. Когда вы говорите высшая элита, мне становится страшно. Я бы хотел узнать, на каком уровне высшая элита. Ну, хотя бы на каком уровне. Не всю элиту же говорю. Я имею в виду люди, миллиардеры нашей страны, которых у нас много. Они финансовые перемены на 14 тысяч не делают. Своим зарплатой, да? Акимы, депутаты или министры, министерство, кто работает, может сделать двухэтажные, трехэтажные дома? Сто лет должен он работать, чтобы построить этот дом. Но у всех есть, мы все знаем, что у них есть. Откуда они появились? Откуда? Из пирамид? Да. В принципе, можно сказать, что это взятки, да? Можно сказать или нельзя сказать? Вполне вероятно. Нет, Казахстан занимает 124 место по взяткам, да? Это правда. А это никто не скрывает. Ну, к сожалению, мы... Это правда. Мы на прошлой передаче обсуждали как раз-таки коррупцию. Но на этой передаче обсуждаем пирамиды. Вот этот высший, кто власти занимается коррупцией, не все, конечно. Ну, пусть будет 1%, да? Остальные 99% чистые. А они занимаются с людьми, которые тоже хотят получать эти деньги, бульдозером прибыль получить, доходы. Они не согласны с теми нормами доходности, которую, он сказал, там 10% банки дают и остальные 25%. Они хотят 200-300%. И вот они организуют. А для их, чтобы их народ защитит, нужно эти передачи побольше сказать. Если ты отнесешь деньги, никто тебе не вернет. Тогда мы, наверное, остановимся. Хорошо, Марай Савельевич, тогда давайте вот мы с вами, взрослые люди, которые следуют четко Конституции, правильно? Я даже могу позволить вам не называть сейчас статьи кодексу, уголовных кодексов, учитывая, что вы квалифицированный юрист, и ответить на вопрос. А может быть, дать им всем прогореть, и тогда в предыдущие периоды будет меньше людей, которые будут... Может, надо дать обжечься людям, и не защищать их, и не спасать, и тогда следующие их родственники, друзья, товарищи увидят, как им плохо, и мы избавимся от проблем в будущем? Грозит, категорически не согласен. Вот психолог же все расставил акценты, да? Это болезнь. Это все, что угодно можно под это говорить. Но ведь мы, если их будем спасать, раз это болезнь, они все равно будут туда не сидеть. Все равно будут обжигаться. Грозит, можно скажу, вот мне понравилось, что вот, как сказали, 24, да, в городе, где казахстанское было, что правоохранительные органы быстро вмешались. В России же они годами... Два года прошло. Дайте договорить, дайте договорить, дайте договорить. Пусть договорит, потом вы выскажете. Вот видите, право человека нарушает? Нарушает. Он уже здесь нарушает. Давайте, извините, вы грошу пострадали. Докончу. Дело в том, что государство, как это единственное государство, можно защитить конституционные права граждан. Если правоохранительные органы не реагнируют, да, надо критиковать правоохранительные органы, а они должны быстро пресекать, кроме них-то кто? Они же дальше будут вовлекаться, дальше будут отнести деньги, кроме правоохранительных органов, а если они не будут делать, тогда их надо обвинять в коррупции, во всех тех вещах, которые не стоят на защите прав граждан. Марацан, по секундочку, я просто, вот смотрите, мы все с вами и вообще наше общество достаточно критично относится к полиции, требуем реформу полиции, МВД и так далее, да? Но я себе представляю сейчас участкового или начальника районного отделения внутренних дел, и вот он встречается с домашними тиранами, с пьяницами, с насильниками, с убийцами, с нарушителями спокойствия, да? И пока он вот ищет, да, и даже пусть он плохо ищет, но ловит только трех из пяти преступников, да? И в это время мимо него проходит взрослый мужчина с высшим образованием, берет кровный миллион тенге, добровольно кому-то отдает, да? Тот у него эти деньги, желая заработать 10 миллионов из жадности, отдает деньги без ума от жадности, теряет эти деньги, и участковому внезапно кричат, почему ты его не спас? А внимание, а почему участковый виноват, когда... Я, к примеру, это условно участковый, полицейский. Потому что Марат Советович считает, что если полицейский не спасает человека от его собственной жадности, то он коррупционер. Это правильно ли это? Нет, я сказал, если он не принимает решения, так их крупно... А эти, видите, там огромные потоки денег крутятся. А давайте им дадим обжечься. Вайнеры же рекламировали этот Гарант. Понимаете? Нет, я и говорю, может быть, им нужно дать обжечься? Вы как считаете, Роберт? Дать обжечься смысла нету. Все равно, ведь и на МММ, да, громко, вот даже статистика была, каждый год они создаются. Когда вы говорите МММ, это же было 90-е, это было... Нет, я имею в виду, то, что вот даже ваша инфографика, которая была, то есть они создаются. Это были масштабы не 90-х. Ну, не масштабы, но Казахстане было. У нас столько людей нету в Казахстане, чтобы масштабы 90-х было. Пан, вы давайте, давайте, этот принципиальный вопрос, Роберт, давайте с каждым поговорим. Я не согласен с Маратом. Мы позволим людям обжечься, пусть обожгутся, и все. Все равно. Почему? Наверное, так нельзя поставить вопрос. Это газист. Смотрите. Сейчас Роберт договорит. Это даже финансовые власти не дадут, потому что экономика страны будет тоже расшатна. Деньги-то уходят из страны. Ага. Ведь. И непонятно, на что они идут. Нет, Роберт, но в пирамидах-то крутится менее процент от ВВП. Это разве влияет на какую-то макроэкономическую стабильность? Вы так думаете? Ну, я понимаю, что в масштабах страны это не влияет, но это все равно влияет каким-то образом, потому что деньги не идут в банки. Но это влияет... Оно на экономику не работает. Нет, Роберт, это влияет таким образом, как если бы вы за хлеб заплатили не 150 тенге, а 151 тенге. Боже, финансовая катастрофа для семьи. Это так? В масштабах страны это не одна копейка. Для вас лично. На 1 тенге переплатить хлеб. Это катастрофа или нет? Сегодня только. Если я каждый день буду переплатить по 1 тенге, то это прилично. Для страны, может быть, не очень влияет. Я согласен с радизмом. Я с Маратом принципиально не согласен с тем, что это правоохранительные органы должны были реагировать. А как они будут реагировать? Например, сейчас у нас очень много создается кооперативы по строительству жиле. Хорошая идея. Но среди них находятся 2-3 из 100. И 2-3, которых я могу назвать именно. Максидом, Общидом, Вестлайф, Ахихатхаус, Адалхоум. Вот это иностранные. Они пирамиды. Я их вижу, что они пирамиды. Они говорят, ты пришел, сзади двоих принеси, мы тебе построим дом. Но есть честные 98%, которые собирают деньги, лицензию получили, земли есть, строят. И что, Марат скажет, вот этот 98%, кто строит дом, жилищный, все остановит программу, что ли? Из-за двоих? Вот когда люди обжигаются на этих холмах, 20 лет обжигаются и 50 лет будет обжигаться. Да, Максид, это сильная точка. Смотрите, вот только что сказали о том, что вода по строительной компании. Действительно, раньше все долевое участие было. Прямо распространено, все, они лопались. Окей, сделали, урегулировали, отдали месяц. Так рынок что сделал? Он же РСК создал. Да? То есть рынок, он будет, когда есть потребность, рынок будет реагировать на это. Если есть у населения деньги, с которым они готовы расстаться, в надежде на то, что они получат больше, в два раза больше, за короткий срок, то они все равно будут идти туда. У вас ключевое слово «готовы расстаться». Если человек не готов, то он не отдаст. Они готовы расстаться, потому что они берут эти деньги и относят. И все подразумевают. И вы говорите, что это финансовая неграмотность. Я не соглашусь с этим. Финансовая неграмотность. Они же все умеют считать, что они сколько получат. Правильно. То есть финансово грамотный человек относит деньги, а мы должны его спасать. И с другой стороны, даже на расширенном собрании, отчетной встрече Акима области, Актюбинской области, он по голоду сказал. Он говорит, я понимаю, если бы там были маленькие суммы, люди простые, социально уязвимые населения, которые сейчас принято вытаскивать из них. Приносили богатые. По 30 тысяч, например. Или 12, 300, или 14, 300. 30 тысяч долларов? Да, да. По 300 тысяч тенге. Это минимальная ставка была. А носили туда и по 10 миллионов. И это бизнесмены. Да. Хорошо. Дмитрий, тогда у вас к вам вопрос, как к еще одному участнику нашей дискуссии. Вы можете ответить. Вот вы поняли, да, тут основную точку столкновения. Может быть, дать этим людям обжечься, и в конце концов, это шоковая терапия, как удары током, излечат их от этой жадности или нет? Ну, смотрите. Людям, в принципе, никто и не запрещает обжигаться. Они и так уже обжигаются. Нет, я имею в виду, насколько мы, государство, когда Марат Савельевич говорит, что полицейские должны помимо охоты за убийцами охотиться еще за финансовыми пирамидами, то они это делают за деньги, которые платим им мы, налогоплательщики. Сущностно, сущностно, в конце концов, я, как налогоплательщик, отвечаю за то, что нанятые мной полицейские должны тратить время на спасение участников жертв пирамиды или нет. И, допустим, я говорю, нет, обожгитесь сами без проблем. Ваше мнение? Ну, смотрите. То есть дать им обжечься, они и так уже обжигаются. Но здесь, видите, последствия, которые рождаются от этого обжога, они влияют напрямую и на все общество, на разрушение семей, вплоть до самоубийств. То есть, а это уже интересы государства, сохранять общество, семью, потому что от этого страдает, в принципе, само государство. Я надеюсь, конечно, не придет время, когда, допустим, как в Великобритании в 1711 году или во Франции в 1715, когда само государство создавало финансовую пирамиду для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Да, стратегические проблемы. Да. Марат Сависович, тогда такой вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот Дмитрий очень правильно сказал, что разрушаются семьи, правильно? И вы говорите, что полиция должна следить. Но тогда у меня к вам очень простой вопрос. А если, к примеру, парень влюбился в девушку, и они погуляли года два, а тут девушка его разлюбила, бросает, да? И какие-то из этих парней могут же от неразделенной любви пойти и покончить жизнь самоубийством. Может быть, законом запретим девушкам бросать парней и обяжем, пусть полиция охотится за девушками, которые разбивают сердца. Это же утрирование, да. Просто вот я абсолютно согласен. Понимаете, мы повторяем, вот юристы друг друга, страдать будут семьи, дети. Последствия для общества, для государства, для национальной безопасности. Понимаете, тут еще вот психологи вспоминают, потому что я вот в Баден-Бадене не был, да? Там дощечка стоит, Федор Достоевский. И нас, юристов, это был 92-й год, водили вот в этом казино. И там, а вот когда читаешь Достоевского, он же психологию описывает вот этого, да, игрока Шпиллер, по-немецки Шпиллер, игрок, что это все-таки, это, знаете, он в бедности Достоевский жил, да? И там, когда в казино заходишь, там написано, сколько людей, вот из-за того, что они проиграли, бросались и еще, можно сказать, я вспомню, да? Сейчас, 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 все. И в Баден-Бадене в казино запрещено заходить с жителем этой, потому что они, оказывается, все страдали, пострадали, прошли через это. Очень хорошо, Баден-Баден. Уважаемые телезрители, хотелось бы отметить только одну простую мысль. Если вы когда-нибудь вовлечетесь в финансовую пирамиду, нам будет очень больно за вас, и мы вам будем очень сочувствовать. Но, пожалуйста, каждый раз, когда вам предлагают баснословный доход при минимуме труда, деньги из воздуха, подумайте дважды и лучше откажитесь. Мы продолжим на следующей неделе. Это была большая неделя. Всего доброго.